Поехали! Очень много раз слышал и читал, что кубок обладателей кубков, который в конце 1990-х канул в лету из-за реконструкции Лиги Чемпионов, был очень слабым по составу и, значит, непрестижным. Вот и хочу развеять очередные мифы, которые распространяются на постсоветском пространстве недоброжелателями киевского «Динамо», которые хотят всячески преуменьшить международные достижения команды Валерия Лобановского. А ведь как раз тот, победный для киевлян розыгрыш 1974-1975, был одним из мощнейших за всю историю кубка кубков по составу. Его фаворитами считались Мадридский Реал, Английский Ливерпуль, ПСВ Эйнтховен из Нидерландов. Еще очень высоко котировалась португальская «Бенфика» и «Айнтрахт» в «Франкфурномании» Западной Германии. Первый круг, все фавориты прошли без проблем. А вот с одной восьмой финала у сильных мира стали возникать проблемы, и они друг за другом в ряд начали покидать кубок кубков. Причем не после стыков между собой. Всему виной клубы Восточной Европы или, как их тогда проще называли, соцлагерем. Ливерпуль уже тогда, в 1974 году, был той командой, которая со следующего сезона три года будет непобедимой в Европе, выиграв кубок UEFA и два подряд кубка чемпионов. В команде Боба Пейсли блистали Рэй Клеменс на воротах, Джон Тошак, Иэн Калаген, Рэй Кеннеди, Стив Хайвей. Но главной звездой и ударной силой являлся Кевин Киган, который и обрадовал более 35 тысяч зрителей на Энфил Роуд голом в ворота Ференс Вароша. Казалось, еще немного, и в Венгрии посыпятся. Но время шло, счет не менялся. А на 90-й минуте и вовсе сравнялся 1-1. В Будапеште хозяева поля отстояли устраивающие их нули, и одному из главных фаворитов турнира пришлось помахать кубку кубков ручкой. Весной Ференс Варош без особых проблем пробился в полуфинал, одолев шведский Мальме с общим счетом 4-2. Точно так же, как и киевские динамовцы. Хлопцы Лобановского в первом круге не без проблем дважды по 1-0 одолели болгарский ЦСКА с эмпирийского знамя, который годом ранее прервал трехлетнее владычество Аякса в Кубке Чемпионов. Спасибо Олегу Блохину за его голевое чутье в Киеве и Софии. А вот во втором раунде, казалось, пришел полный швах в соперниках Айнтрахт с двумя новоиспеченными чемпионами мира в составе Юргеном Гробовски и Берндом Хельдженбайно. Это были игроки основного состава той пункт из машины, которая уже четвертый год сносила всех на своем пути в чемпионате Европы и на чемпионате мира. Только вот киевляне под руководством молодых и перспективных тренеров Валерия Лобановского и Олега Базилевича уже созрели для противостояний на равных с фаворитами. В Германии дважды уступая по ходу матча, динамовцы последние 7 минут благодаря голам Олега Блохина и Владимира Мунтяна вырывают победу 3-2. А в Киеве не успели начать с центра поля, как тут же открыли счет. Еще в первом тайме Владимир Аниченко оформил дубль и 2-1 в итоге. Дальше, как и Фернсваров, киевляне без проблем весной прошли турецкий бурсоспорт с общим счетом 3-0 и вышли на ПСВ. В середине 1970-х в Европе доминировали две силы – ФРГ со своей мощью и Нидерланды с тотальным футболом. Причем не только сборные этих стран считались образцов для подражания, но и ведущие клубы. ПСВ в сезоне 74-75 шел в Нидерландах на чемпионство, которого и достиг. В Кубке Кубков клуб из Эйнтховена встретил первого достойного соперника только в четвертьфинале. И если дома ПСВ не смог одолеть еще одного фаворита – Бенфику 0-0, то в Лиссабоне была победа 2-1. Подопечным Кейса Рейверса было все равно, где играть. Они могли сокрушить любого соперника как на родном Филлипсе, так и на выезде, невзирая на то, что переполненные трибуны поддерживают совсем не их. Удивляться нечему, имея мощный состав, где первую скрипку играли братья-близнецы Вилли и Рене Ван Денкеркхофы. Был еще один игрок основы национальной сборной – Адри Ванкрай. Плюс внушительная шведская колония – Ральф Эдстрем, Бьорн Нурквист и Петер Дальквист. Правда, из-за ограничений UEFA на поле одновременно могли играть только два легионера, но Рейверс умело тасовал шведов в составе. ПСВ образца сезона 1974-1975, по мнению журналистов, являлся самым мощным в истории клуба вплоть до теперешних времен. Команда сметала на своем пути все и вся, поэтому жребий для киевлян в полуфинале выпал очень нелегкий. Но ведь и киевская «Динамо» сезона 1975 является образцом для всех последующих поколений нашего славного клуба. Европа еще не ведала, какой ураган с востока несется на ее просторы. В клубы были собраны сливки украинского футбола. Евгений Рудаков – лучший голкипер СССР первой половины 1970-х. Восходящая звезда советского футбола 22-летний Олег Блохин уже являлся дважды лучшим игроком Союза сезонов 1973-1974, плюс лучший бомбардир трех последних чемпионатов страны. Причем Блоху, как ласково прозвали стремительного форварда динамовские болельщики, стали замечать и в Европе. В 1974 году Блохин упоминался среди претендентов на золотой мяч францфутбола лучшему игроку Европы. Да и вообще, весь состав «Киевского Динамо» был воистину золотым. Евгений Рудаков, Анатолий Коньков, Стефан Решко, Михаил Фоменко, Виктор Матвиенко, Владимир Трошкин, Владимир Мунтян, Виктор Колотов, Капитан, Владимир Онищенко, Леонид Буряк, Олег Блохин, Владимир Веремеев. Эти хлопцы в 1975 году настолько всех в стране превосходили по мастерству, что полным составом защищали советский флаг на международной арене. После катастрофического начала отбора на Евро-76, когда осенью 1974 года сборная СССР Константина Бескова была разгромлена в Ирландии 0-3, старшим тренером назначили Валерия Лобановского, который попросту переодел в красной футболке главной команды страны свое «Киевское Динамо» и с блеском вывел сборную Союза сквозь сито отбора в четвертьфинал чемпионата Старого Света. Как раз весной 1975 года киевляне вышли на пик своей формы, кроша всех на своем пути как в чемпионате СССР, так и на международной арене. Турецкий бурсосбор с общим счетом 3-0. Сборная Турции в Киеве 3-0. ПСВ на том же республиканском, по другим сведениям, центральном стадионе опять 3-0. Дальше уже после триумфа в Кубке обладателей кубков был взят реванш у Ирландии 2-1. То есть киевляне побеждали своих соперников не из-за их слабостей, а прежде всего благодаря своей силе. Но вернемся к противостоянию с ПСВ в полуфинале. Конечно же, фаворитом являлся клуб из Эйнховена, разгром которого в Киеве 0-3 воспринялся в Европе с большим удивлением. Динамовцы играли настолько самозабвенно, отдавая борьбе все силы, что после матча некоторые из них спрашивали у своих товарищей счет матча и не пропустили ли они гол. До такой степени высокими были темпы игры и ставки на матч. Слава Богу, не пропустили, хотя оранжевые вполне могли поражать цель несколько раз. Очевидцы того поединка свидетельствуют, что счет на табло вполне мог быть 3-3, 4-4 и больше. Просто киевляне свои шансы использовали, а гостей из Нидерландов нет. Но в этой кажущейся простоте умение реализовать голевые моменты и определяется класс команды. А выше он оказался у Динамо, Колотов, Онищенко и Блохин реализовали свои моменты. А братья Керкхофы и Эдстрем нет. Киевляне попросту удушили летучих голландцев их же тотальным футболом. Это как раз тот случай, когда ученики превзошли своих учителей, у которых брали уроки заочно. Да, вполне возможно, футболисты ПСВ недооценили динамовцев, чей эмоциональный заряд, помноженный на высокое индивидуальное и командное мастерство, принес в итоге киевлянам общий успех 4-2. Есть второй советский финалист Кубка Кубков после московского Динамо 1972. Главное, чтобы он стал первым победителем. Во втором полуфинале сошлись Ференс Варуш и Церуэна Звезда. То есть из четырех полуфиналистов трое представляли Восточную Европу. Но это совсем не говорит о слабости Кубка Кубков 1975. Просто представители стран социалистического лагеря доказывали свою потенцию на международной арене громкими победами над топ-клубами. Как уже озвучивалось раньше, венгерский Ференс Варуш остановил Ливерпуль. А вот югославская Церуэна Звезда стала камнем преткновения для мадридского Реала. Хотя 2-0 на Сантьяго Бернабео, казалось, гарантировали суммарный успех королевскому клубу, Мадридский Реал тогда, впрочем, как и всегда, представлял из себя грозную силу. Лидерами в команды два действующих чемпиона мира, немцы Пауль Брайтнер и Гюнтер Неце. Последний, кстати, и осчастливил 125 тысяч зрителей на Сантьяго Бернабео вторым забитым мячом в ворот от Сервейной Звезды во втором тайме. А открыл счет до перерыва Сантильяна. Кроме него, цвета сборной Испании в Реале защищали Мигель Анхел, Камачо, Амаро Амансио, Висенте Дель Боске, уже тренером привезший Реал к двум победам в Лиге Чемпионов в начало нулевых. Тем, кто утверждает, мол, королевский клуб тогда был не тот, слабоват, скажу, что да. В сезоне 1973-74 Реал финишировал в чемпионате Испании восьмым, но год спустя стал чемпионом, обойдя ближайших соперников на 12-13 очков. Это при том, что в те времена за победу начислялось 2 балла, а не 3, как сейчас. Так что как раз в сезоне 1974-75 во время своих выступлений в Кубке обладателей Кубков Реал, равно как и ПСВ, были в потрясающей форме и представляли из себя грозную силу. Как же тогда вышло, что в Белграде Реал проиграл и вылетел из Кубка Кубков? Так ведь югославские команды теми славились, что могли на своем поле при сумасшедшей поддержке родных трибун одолеть любого по силе соперника, невзирая на титулы и статусы. Это касается всех югославских клубов, а тем более лидерам, которыми относилась ЦРВ на Звезда. Ввел звездашей к свершениям топ-игрок мирового уровня Драган Жаич, который и открыл счет в домашнем противостоянии с Реалом. А голкипер Огнян Петрович с пенальти перевел игру в овертайм, который не выявил победителя. Забивал Петрович и пятый 11-метровый в серии послематчевых пенальти. Только вот и реалисты, среди которых звездные немцы и бельбоски, все свои пять подходов реализовали. Дальше пошла драма ударов до промаха. Юги мажут. Переполненная белградская маракана в шоке. Но тут и гости из Испании запускают мяч в облака. Радости 100 тысяч зрителей нет предела. А дальше пришел звездный час Петровичей. Владимир забивает Реалу. Огнян парирует удар Сантильяны. 6-5 по пенальти. ЦРВ на Звезда шагает дальше. Реалу так и не удастся завладеть кубком кубков. Хотя из своих четырех заходов королевский клуб дважды сражался за трофей в финале. Но уступил клубам из британских островов. Английскому Челси 1971 и шотландскому Аберегину 1983 Алекса Фергюсона. Но возвращаясь кубок обладателей кубков 1975 года. В полуфинале фаворитами были звездаши. Тем более, когда минимально уступили в Будапеште Ференцварошу 1-2. Казалось, для такой команды, как ЦРВ на Звезда, если уже Реал пройден после гостевых 0-2, то отыграть у Венгра в один мяч раз плюнуть. Но, как выяснилось, звездаши без своего лидера Драгана Джаича, пропустившего оба мяча с Ференцварошем из-за травмы, не такая моща, как того хотелось бы их болельщикам. 2-2, несмотря на то, что в Венгрии последние 20 минут играли десятером и именно тогда пропустили второй мяч. Казалось, Югам стоит только поднажать и они доведут счет до нужных им 3-1, но в итоге пропустились пенальти. А вот Ференцварошу как раз и не хватило в финале с киевлянами опытнейшего защитника сборной Венгрии Ласло Балинта, удаленного в Белграде. Возможно, что решающий матч за обладание Кубком Кубку вышел бы совсем другим, но 3-0 в пользу Динамо. Дубль Анищенко в первом тайме и контрольный выстрел Блохина после перерыва сделали для Ференцвароша свое черное дело. Есть первый евро трофей хлопцев Лобановского и вообще первый для Советского Союза. Радости было на одной шестой суше земли выше крыши. Ведь можем, если захотим, можем побеждать сильных мира сего и завоевывать престижные международные клубные трофеи. А то, что Кубок Кубков 1974-1975 был силен, доказывает тот факт, что в нем принимали участие будущие чемпионы своих стран. В частности, PSV Eindhoven, Нидерланды и Real Madrid, Испания, которые на следующий год сражались в полуфинале уже Кубка европейских чемпионов. И если бы не Динамовский Расслабон после Симферопольских 2-0 с французским Сент-Этьеном, когда киевляне проиграли в овертайме свою четвертьфинальную битву 0-3, то и вовсе в полуфинале Кубка Чемпионов 1976 играло бы три представителя предыдущего Кубка Кубков. А выиграли бы все равно немцы из Баварии, как сие произошло в реальности. Хотя, если бы киевляне добрались до финала, то не факт. Ведь у хлопцев Лобановского был золотой ключик, отворяющий дверь мюнхенской коморки, что и доказали динамовцы в Суперкубке 1975, а потом полтора года спустя в четвертьфинале Кубка Чемпионов весной 1977 года. Но это уже новая история, которую обязательно всем поведаю. На этом у меня все. Подписываемся на канал Футбол Витцаныча, ставим лайки, уподобайки, нажимаем на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых моих материалах, активничаем в комментариях. Всегда с вами Саныч.